И я рад, что мы вместе можем собираться с вами, славить Бога, и нас всех здесь собрала жажда по Господу. Так ведь мы желаем, мы хотим двигаться, веровать, уповать на Бога каждый день. И некоторые исследования недавнего времени показали, что верующие, большинство верующих, обращаются к Священному Писанию, я не скажу, какая цифра, но очень много, ниже 51%, обращаются к Библии только по воскресеньям, только во время богослужений. Такая жизнь, констатация фактов. И здесь мы читаем Слово, здесь мы смотрим на экранах какие-то места Писания, здесь Бог касается. На неделе очень многим людям просто некогда, они погружаются в какую-то суету, погружаются в свои дела, в свои какие-то мысли. Но в воскресенье мы отдаем это время Богу. Такие факты, просто факты. Когда, помню, я только-только пришел в церковь и начал спрашивать, что мне дальше делать? Говорят, ну купи Библию. Я купил Библию. Что дальше? Ну, читай Библию. Хорошо, я начал читать. Потом общаюсь с этими же людьми, говорят, ну как, интересно, захватывает. Я говорю, ну, про сотворение мира захватывало, конечно. А дальше? Про эти шкуры какие-то, про шесты, про скинию, про что-то непонятно все. Они говорят, да как ты, ты что, начал откуда читать-то? С Ветхого Завета, что ли? Ну да. Ну как? Книжку, купил книжку, как учили в школе, читаю ее сначала. Не-не, говорят, тут церковь, тут все не так. Тут надо книжку читать там с середины, с Нового Завета. Начинай Евангелие от Матфея. Думаю, вот интересно. Кто такой Матфей? Кто он такой, что вот перепрыгивая всех пророков, всех вот этих, надо о нем читать? Спасибо, подыграли как раз тут музыка у меня в планах. Кто этот Матфей? И знаете, спустя много лет я сильно озадачился, что это за человек такой. Матфей, который написал Евангелие. Думал, вот написал о себе. Но когда я начал изучать, то в Евангелии от Матфея есть только два места, где он упоминает о себе. И то вскользь, как бы мимоходом. Просто нельзя было не упомянуть. Все Евангелие говорится об Иисусе Христе. Впервые, вернее, первый свой стих, первый стих, упоминая о себе, он написал в 9 главе 9 стих. Это будет основной текст сегодняшней проповеди. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мной. И он встал и последовал за ним». Вот здесь он говорит о том, как Иисус призвал его. И я скажу, что это один из самых главных стихов Библии. Вот этот. Один из выдающихся стихов. Один из важнейших. Представьте себе. Иисус куда-то шел. Написано, проходя. Откуда-то шел он, проходя какой-то дорогой. Вообще Иисус ходил в основном пешком. Может быть, для нас это удивительно. И когда, например, ты с Луначарского идешь до Божова, думаешь, на каком трамвае проехать. Или кто-то сюда пришел пешком? Раз, два, три, четыре. Павел. Четыре человека. Мы в основном передвигаемся на машинах, на трамваях, на автобусах. Ну, мы так привыкли. Если трамваи встали, то думаем, какие пути объезда. Но Иисус ходил в основном пешком. И он не просто ходил, как бы прогуливаясь. Мы видим, что постоянно вокруг него было много людей. Его просили исцелить. Его просили задержаться. Его брали за одежду. Его просили накормить. Постоянно к нему обращались. Но, тем не менее, он смотрел на людей, проходя оттуда. Он же мог пойти какой-то другой дорогой. Похоже, что это случайность. Пошел бы он другим путем. Матфей так бы и сидел, наверное, там. Никто бы его не позвал. Так ведь, да? Сложный вопрос. Сложный вопрос. Иногда ты выбираешь путь какой-то. Пошли мы с друзьями, например, и спорили в свое время. Туда пойдем или туда? Пойдем туда. Зашли в одно место. И там я повстречал девушку, с которой мы создали семью. Вот в этом году уже 20 лет. И я иногда думаю, а вдруг бы, например, мы... Кто-то переспорил бы, и мы пошли бы в другое место. Мне даже страшно подумать, что вдруг бы кто-то был другой. Не-не-не-не-не. Как-то должно быть вот именно так, как это было. Как-то Бог все берет под свой контроль. И здесь ты не зря оказался. Не зря. Что-то ценное возьми для себя. Итак, Иисус проходил мимо. Увидел человека. Я очень много переводов прочитал этого текста. Увидел, заметил. Вдруг взгляд его остановился на одном из людей. Взгляд его остановился на каком-то человеке. Чем примечательный был этот человек? Может быть, он там сидел один. Вот вокруг никого. Километр туда, туда, туда. И сидит вот человек один. Может, так было? Может, он был в каком-то таком блестящем плаще. Все были в таком сером. А он в таком... Или стоял на голове. Что привлекло внимание-то его? Почему Иисус именно на нем задержал свой взгляд? Не знаю. Мы попробуем разобраться. И вообще, много ли было там людей? Некоторые комментаторы говорят, что это была своего рода налоговая инспекция. Это был его кабинет. Вот как у нас есть у кого-то кабинет. Стол, стул, компьютер, стены. Много сотрудников. Но если ты какой-то такой высокий человек, то ты один в кабинете. Но в основном... То есть это была своего рода налоговая инспекция. И может, кто-то посещал налоговую инспекцию? Сейчас очень хорошо. Приходишь, тебя встречает миловидная девушка. Что хотели? Декларацию заполнить. Конечно, возьмите талончик. Набирает комбинацию каких-то цифр. Выходит талон. Ты садишься на мягкий кожаный диван. Тут прохладно, кондиционеры. Кофемат, если вдруг ты захотел кофейку попить. Ты остаешь телефон, сидишь, занимаешься какими-то делами. И тебя вызывают по много экранов везде. Даже если ты забылся, тебя приглашают по номеру. Так ведь, да? Очень культурно. Много лет назад я часто по роду своей деятельности посещал налоговые. Было совсем не так. Может, кто-то помнит. При одной только мысли прийти в налоговый, это какой-то кошмар был. Там не было талонов. Не было людей, которые тебя встречают. Там просто толпа. И все ждут. И все ждут давно. Многие снуют мимо, проходят без очереди по знакомству. Там заглядывает я от Ивана Ивановича. Куда-то исчезает. И надолго очередь в возмущении. Ну как-то так было. Я вот скажу, что вот эти талоны, вот сейчас на почтах, в банках, везде, это просто величайшее благословение. Не знаю для кого как, вот для меня это просто величайшее. Потому что в детстве практически травма была психологическая, мне нанесена, потому что этих талонов еще не было. На самом деле, я вот когда беру вот этот талон где-нибудь, я просто мысленно благодарю Бога, что так все цивильно. Как-то у нас не было воды. Я был школьником. И отец говорит, сегодня моемся в бане. Беги, пока очередь занимай, я потом подойду. И вот я пришел в баню. У нас там на фрунзе. Кто-то, может, любит это место. Там в ресепшн. В общем, пространство. Пространство. И очередь. Поскольку воды не было, люди и так там постоянно ходили, а воды не было во всем квартале. Там просто толпа. Я открываю двери, там сразу спины. Такие большие спины. С тазиками, с вениками мне тыщатся куда-то. И я такой маленький. Говорю, кто последний? Кто последний? Несколько раз крикнул. Хорошо, что какой-то мужчина рядом увидел меня и голосом Левитана. Нет, голосом Валерия нашего. Говорит, кто последний? Спрашивают тут. И откуда-то издалека там с окна. Помню, какой-то мужчина говорит, ну я. А там так темно как-то, потому что окна заклеены. Ну, в банном отделении-то не заклеены. А вот там в этом фойе. Все заклеено как-то. Одна лампочка. Зрение у меня плоховатое. И я так смотрю, ну вроде мужчина в сером, в чем-то таком, в шапке, на подоконнике сидит. Думаю, ладно, задача выполнена. Куда-то встал, чтобы меня не снесли. И сижу, погрузился в свои мысли. В чем-то думаю о таком приятном. Не знаю, долго ли, коротко ли. Сколько времени прошло, и смотрю, какая-то суматоха. Что-то шум, гамп, чуть ли не драка. Я занимал. Оказывается, запуталась очередь. А запуталась как раз, знаете, в каком месте? Выходят на меня. Говорят, мальчик, вот, вот он сидит. Вот. И все так на меня. Ты за кем занимал? То-то-то-то. И я так в сторону окна, значит, опять прищуриваюсь. Говорю, ну, за мужчиной. Все такие, ну, понятно. За мужчиной. Говорю, ну, в шапке такой был. Серым в таком, в чем-то. Лица у всех уже красные. Какие-то они все такие разгоряченные. И я помню вот это состояние. Это просто был кошмар. Слава Богу, что пришел в это время Отец. Как-то так вовремя. Ну, и все. Все как-то было хорошо. В итоге. Ну, не совсем хорошо, но в целом нормально. Так что те блага, которые у нас сейчас есть, это потрясающе. Но во времена Иисуса, скажу честно, такого не было. Такого не было. Толпа людей. Очень много народу было. И это место было, где проходило много путников. Где сходились дороги. И Матфей там был не один, там было много столов. Каждый отвечал за свой какой-то налог. И вообще, кто такие мытари? Честно говоря, более странного кандидата в апостолы сложно представить себе. Можно представить рыбака, можно представить кого-то еще, но мытари? Кто такие мытари? Мытари это сборщики пошли и налогов. Поскольку это была оккупированная территория Римом, то Римская империя собирала налоги со всех оккупированных земель. И просто потоки, финансовые потоки шли в империю. Для развития, для того, чтобы правители жили, и император жили роскошно. Чтобы тратили деньги на удовольствие, на завоевание новых земель, на поддержание армии и так далее. Собирали много налогов. Но собирали не римские граждане, а назначали тех людей, которые были на этих оккупированных землях. Это право часто продавали с аукциона. То есть человек, заплатив деньги, пользовался этим правом. И налоги собирали со всего. С продажи, с покупки. Земельный налог, подоходный налог. Если ты переходишь в мост. Со всего, с чего можно только, собирались налоги. И поскольку не было интернета, не было средств коммуникации, ни газет, народ не знал, сколько нужно платить. Сейчас мы более-менее знаем, да? Кто интересуется этим, открывает консультант плюс, или какую-то программу, или советуется с бухгалтером. Все известно. Подоходный налог, налог на дарение, налог на имущество и так далее, и так далее. Все известно. Раньше не было так. Ничего не понятно. И мытари не стеснялись, наживались на этом. Они самовольно устанавливали цифры, самовольно брали налоги. Они не стеснялись наживаться на своих согражданах. И как вы думаете, какое было к ним отношение? Любили их. Да их просто ненавидели. Их ненавидели все. Их просто презирали. Их бы презирали в любом государстве. Но поскольку это была иудея, место, где поклонялись Богу, а иудеи считали, что должно отдавать налоги и подать и только Богу, точнее, десятины пожертвования, то их тем более ненавидели. И если бы не поддержка римской власти, то, конечно, их бы давно уничтожили, их бы побили. Даже создавались такие партии, конечно, не только против мытарей. Знаете, были зелоты, военизированные люди, которые под одеждой часто носили меч. И нередко бывали случаи, когда они убивали мытарей, просто их ненавидели. Мытари собирались все вместе, ну, чтобы как-то им держаться. Так, чтобы один куда-то пошел вечером. Такого не было. Не было. И некоторые сравнивают, конечно, мытари с таможенниками или с налоговыми представителями. Это не совсем корректно. Потому что нельзя сравнивать. Я знаю несколько человек, которые работают в налоговой инспекции. Абсолютно честные, хорошие, добропорядочные люди. Знаю двоих людей, которые работают в таможне. Тоже очень принципиальные, хорошие люди. И если какой-то комментатор сравнивает, это не совсем корректно. У нас нет таких профессий, чтобы так вот ненавидели. Можно сравнить, не знаю, с какими-то бандитами, может быть, кровопийцами, с рэкетирами, с карманниками, с шулерами. Не знаю, вот так вот может быть. Проценты были известны. Там не было известно. То есть представители налоговых органов сейчас, они занимают позицию, и для государства это делают. Им лично никто не платит налогов. Тогда этого не было. Судиться тогда было невозможно. И знаете, когда вот неизвестные проценты, это всегда непонятно, сколько платить. Мы как-то с супругой в Турции были, отдыхали, идем и смотрим, такой бутик модный, там одежда продается и реклама. Только сегодня уникальный день на все товары 90% скидки. Ну мы так проходим мимо друг на друга. Смотри, 90% это же, это ну просто даром. Надо, наверное, зайти и отовариться. Все купить себе сразу, надолго. Зашли, спросили, действительно ли у вас такая скидка. Да, вам просто повезло. Да вам надо в бинго играть. Вы с такой везучестью. Все, что хотите. 90%. Ну мы стали смотреть, действительно, товары качественные. Джинсы, рубашки, кофты всякие. Все здорово. Смотрю ярлычки. А цена-то какая, думаю, интересная. Не могу найти цену. Говорю, а где цены-то посмотреть у вас? Они говорят, а, цены-то надо спрашивать. Спрашивать. Ну все понятно. Все понятно. Если бы они продавали по одной цене, так было вчера, позавчера. И тут. Примерно так же было у мытарей. Каждый день они называли новые цифры. Да и само слово мытарь, это было оскорбительно. Как обзывательство. Не зря, когда упрекали Иисуса, говорили, вот ты собираешься с блудницами, язычниками, мытарями и грешниками. Вот это самый низший слой. Иногда их сравнивали даже иудеи с нечистыми животными. Даже нечистые животные не виноваты, что оно таким родилось. А мытари сами делали свой выбор. И если бы не поддержка, говорю, римской власти, их бы всех убили. И причем основываясь на Писании. Иезекииль, пророк Иезекииль в 18 главе, в 8-9 стихе пишет. В рост не отдает и лихвы не берет. От неправды удерживает руку свою. Суд с человеком производит правильный. Поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно. То он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Если прочитать наоборот, все, что касается мытарей как раз. Мытарь что делает? В рост отдает. Лихву, ну то есть сверх цены, сверх налога себе берет. От неправды не удерживает руку свою. Суд с человеком производит неправильный. Не поступает по заповедям моим. Не соблюдает постановления мои искренне. То он грешник и непременно будет мертв. То есть сам Бог как бы дает одобрение. И иудеи спокойно бы обосновали убийство любого такого мытаря. Иеремия, 15 глава, 10 стих. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Тут пророк говорит, никому я не давал в рост, и как бы не за что меня проклинать. А если бы я давал в рост, то было бы полное право меня проклинать. Вот как раз мытари. Мытари этим и занимались, и все их проклинали. Все, кто проходил мимо. Капернаум стоял как раз в таком месте, где сходились все дороги. И это место было под властью Ирода, Ирода Антипы. И все ему служили, собирали для него деньги. Там двигалось много людей. Там сходились дороги из Дамаска в Средиземное море, из Галилеи приходили, из Иерусалима. Вот такие мытари. Матфей. Сам Матфей. Вот он был таким. Он обдирал людей. Не надо думать, что он сразу был таким правильным. В этой сфере невозможно быть честным человеком. Он обирал. Он подтусовывал. Он брал больше. Он наживался. Наживал свое состояние. И у него не было никаких шансов вернуть все назад. Даже в какой-то момент, если бы он захотел все оставить, бросить и устроиться куда-то, работать плотником, мы же понимаем, что у него просто не было никакого шанса. Никакого. То есть он встал в такую струю, в такой поток, чтобы обратно не вернуться. Никак не возвратиться. Если ты устраиваешься куда-то на работу, то просят рекомендации с предыдущего места работы. Какие у Матфея были бы рекомендации? Кто-нибудь сейчас в поиске работы есть? Иногда смотришь вакансии и думаешь, да кого же сюда примут? Требуется молодой человек 30 лет, с опытом работы не менее 18 лет, с высшим юридическим, экономическим образованием, со знанием английского, французского, немецкого и разговорного китайского, чтобы обладал навыками продаж, умел общаться с людьми. Да, был еще высокий, стройный, без физических изъянов. Семья, да, чтобы не обременен никакой семьей, ни маленькими детьми, вечно болеющими, чтобы мог в командировке ездить 11 месяцев из 12. Чтобы не было судимостей, чтобы не было ипотеки. И ты смотришь и на каком-то этапе отсеиваешься. Кто-то проходит до следующего этапа, до следующего. Так вот, Матфей бы отсеялся на последнем этапе. Да, и еще положительные рекомендации из предыдущего места работы. Как мне один товарищ говорит, ему дали такие рекомендации из предыдущего места работы, что все, кто читал, хотели просто усыновить его. Вот должны вот так вот отзываться. Ну как с такими требованиями устроишься? У Матфея не было никаких шансов. Шансов. Абсолютно. Никаких. Хотя, может быть, раньше, когда он учился, а мытари были грамотные люди в основном. Во-первых, они умели считать. Все. Ну как тут не умеешь считать? Ну, по крайней мере, складывать и умножать точно. Делить они не любили и вычитать. Они должны знать, как минимум, еще дополнительный язык. Помимо арамейского, Матфей знал греческий. Это абсолютно точно. Они учились. И, может быть, Матфей мечтал в свое время сколотить какое-то состояние, иметь деньги, большие деньги. И когда он на аукционе купил эту должность, или еще каким-то путем, мы не знаем, но это было не так просто, он стал зарабатывать, стал обирать своих граждан. В какой-то момент он почувствовал, что нехорошо это. Плохо это. Плохо это. На этом месте, с одной стороны, деньги шальные каждый день текли. И когда они со своими мытарями собирались, может быть, делили, унося мешочки с серебряными, золотыми монетами. Может быть, всем это нравилось, но Матфею в какой-то момент это стало противно. Это стало мерзко. Может, он смотрел когда-то на бедняков, которые отдают ему последнее. И думал, вот бы мне оказаться на его месте. Да, не иметь денег, не иметь какого-то положения, но иметь внутренний мир, иметь спокойствие. Ведь за свои деньги он продавал себя, продавал свою сущность, продавал свою целостность. Деньги приходили, а опустошение было все больше и больше и больше. И поймите, когда швыряли ему эти монеты, каждый раз проклинали его, а это не проходит бесследно. Каждый раз говорили ему в лицо проклятие, мат. Все, что о нем думают, никакие деньги не нужны. Мы не знаем, как это было. Вот я читаю этот стих и думаю, ну в какой-то момент он, может быть, захотел бы куда-то уехать, все бросить, но он понимал, что ему никуда не скрыться. Молва достигнет до него. Находясь на пересечении дорог, конечно, когда-то он услышал о том галилеянине, который ходит и учит. О нем ходили противоречивые разговоры. Кто-то говорил, что он мошенник, кто-то говорил, что он проходимец, но кто-то говорил, что он мессия, что он тот самый мессия, которого все ждали. И эта мысль так понравилась вдруг Матфею. Он подумал, вот бы увидеть его, вот бы посмотреть на него, вот бы хотя бы послушать его речь лично, не через тех, кто его видел. Конечно, он не мечтал с ним сесть за один стол. И поскольку это был величайший учитель Библии, может быть, он сказал бы побить Матфея камнями. Матфей вдруг поймал себя на мысли, а я бы даже согласился умереть от такого человека. Потому что зачем жить такой жизнью? Не стоит того, живешь, но жизнь удовольствия не приносит, а каждый день словно разруха. То, к чему он стремился, этот внешний лоск, это роскошь. Он мог себе позволить все, что угодно, но все это было со стороны. Внутри была полная разруха, полные страдания, крах, смерть, духовная смерть. Вот бы увидеть этого человека. Он слышал, что он исцеляет. Однажды он даже кого-то воскресил из мертвых. кто-то верит, кто-то не верит, но он приходил на свое место с какого-то момента, только с одной целью, повидать этого галилеянина, увидеть его. Он даже подумал, я бы все, что накопил, все бы отдал, лишь бы где-то с краю, где-то бы сбоку ходить, и чтобы меня не выгоняли, чтобы не было этой ненависти. Конечно, он и мечтать об этом не мог. Кто его потерпит? Его никуда не пускали. Все отворачивались от него. Ни с кем он не мог общаться. Интересно, что когда Иисус набирал своих учеников, он не выдвигал такие требования, как выдвигают современные работодатели. Он не требовал несколько образований, несколько языков, духовные семинарии. Не было же такого, да? Вот смотрите, вот только подумайте, Иисус набирает себе последователей. А если бы он ошибся и выбрал не того, вот он набрал их всех, пошел на крест, умер, а эти люди оказались бы не теми, на кого он возлагал свои надежды. Они развернулись бы и ушли, и стали своей жизнью жить. И никому бы про это не рассказали, то напрасно бы он умер. То есть он должен был взять таких людей, на кого он реально мог бы понадеяться, кому реально мог бы доверить свою сущность, свою жизнь. Понимаете? Он не имел права ошибиться, и кого в итоге он набирает с человеческой точки зрения. У него странный выбор, абсолютно странный выбор. И вот однажды, однажды, тот самый час, когда Иисус, проходя оттуда, откуда-то оттуда, идет этой дорогой. Молва о нем шла впереди него. Мы-то уже грели руки и говорили, вот идет тот самый галилеянин, с ним много людей. Ох, мы сейчас налогов соберем. Там толпа людей. Один Матфей только думал о другом. Вот бы услышать его. Вот бы услышать его, этого человека. Конечно, он, может, не пройдет мимо. Конечно, он, может, даже не посмотрит. Иисус шел. Рядом с ним шли ученики. И вот Иисус подходит к этому месту, где сидит мытарь. Матфей. И вдруг смотрит на него. Матфей дар речи потерял. Он сразу понял, что это он. Тот, кого он ждал все последнее время, он сразу понял. Он увидел его взгляд. И вдруг Иисус обращается и говорит, следуй за мной. «Иди со мной». Иди со мной. Иди со мной. Я? Ты говоришь со мной? Да со мной вообще никто не разговаривает последние годы. Это было невероятно. Это было невероятно. Матфей и мечтать об этом не мог. Вы понимаете? Вы понимаете? Я не знаю, я когда читал этот стих, он просто ожил. Он даже ничего не сказал Иисусу. Матфей из скромности не говорит, но Марк и Лука в своих Евангелиях говорят, что он оставил все. Он оставил все, что у него было. Встал и пошел за Иисусом. Римские власти не потерпели бы его там во второй раз. Все, он потерял свое место. Никогда больше он туда не устроится. Никогда больше он не будет там. И если бы Иисус его в какой-то момент отторг, сказал бы, ты мне не нужен, я не тебе говорил. Ты ошибся. То он бы оказался между молотом и наковальней. У него не было бы шансов выжить. Но Иисус его не отторг. Иисус его не отверг. Иисус брал себе последователей, искал себе последователей. И он шел, и ему нужен был человек, который бы продолжил его дело. Ему нужен был человек, которому бы он доверил спасать души человеческие. Он тоже искал. И он увидел Матфея. Вот этот человек мне подойдет. Мне не важно, чем он сейчас занимается. Мне не важно, что он отвергнутый, отверженный. Что он такой грешник. Мне не важно. Мне нужен такой человек с открытым сердцем. Вот ему я доверю свою жизнь. Я пойду на крест и буду знать, что этот человек ради меня готов будет терпеть страдания, но он будет спасать человеческие души. Он будет проповедовать благую весть. Он будет показывать на крест. Этот человек. Иисус также нуждался в Матфеи. Это просто потрясающе. Это удивительно. Матфея не просто сидел с ним за одним столом, не просто слышал из первых уст учения. Только вообразите себе. Однажды они зашли в горницу. После очередной пыльной дороги у них были грязные ноги, грязные сандалии. И Иисус, тот самый Иисус, вдруг восклонился, берет ноги Матфея и начинает их мыть. Грязного мытаря. Он берет и моет ноги. Наливает воду в умывальницу. Потом снимает с себя опоясание. Протирает, чтобы было сухо. И все это с такой любовью. Матфей мог ли об этом думать и мечтать? Нет. Когда он все это переживал. У него не было даже мысли писать о себе, думать о себе. Он писал, конечно, об Иисусе. Чтобы мы с вами, читая Евангелие, насыщаясь Евангелием, через много-много веков, точно так же может быть кто-то отвергнутый, отверженный. Не имея никаких шансов к существованию, может быть, кого-то ненавидели, может, кого-то не любили, может быть, кого-то матерят. Точно так же встретились взглядом с Иисусом, и Он говорит, пойдем со мной. Пойдем со мной. И это просто потрясающе. Они сидели за одним столом с Симоном Зилотом. С Симоном Зилотом. С тем, кто в свое время мечтал достать нож, вот этот короткий нож, и вонзить во внутренность Матфея, мытаря. Симон Зилот с любовью смотрел на Матфея, Матфея на Симона, и только в Иисусе, только с ним за одним столом такое бывает. В церковь собирается много людей, разных людей. Может быть, в мире кто-то кого-то ненавидел, кто-то кого-то не любил, у кого-то были какие-то проблемы, но Иисус собирает нас для того, чтобы дать свою любовь, дать жизнь. Он не просто проходил мимо, Он говорит, идите, идите все, униженные, обездоленные, грязные, грешные, кто, может, на себя уже давно наплевал. Идите, я вас очищу, я омою вам ноги лично, я дам вам эту любовь, идите. На Матфея же было клеймо. Вы знаете, раньше тем, кто воровал, выжигали клеймо на лбу, обозначая вор. Сейчас такого нет, не выжигают, но тем не менее, часто на человеке ставят клеймо, не видное, не физическое, но оно есть. И какую-то категорию людей ставят ниже, такое тоже есть. Может быть, это раса, образование, какой-то статус. Такое бывает. Иисус нас учит смотреть на людей Его глазами. Он сделал нас всех равными, и нет тех, кто выше, кто ниже. поэтому Он обращается к нам и говорит, несите Евангелие своей жизнью. Я как-то, помню, ехал один раз с дачи, и до остановки там очень далеко. Когда кто-то идет по дороге, ну так принято, то обычно машина останавливается, ты приглашаешь его, садись, подвезу. Бывает, бабушка какая-нибудь идет с рассадами, с какими-то там, по-разному. Обычно все останавливаются, но еще есть категория одна, строители. Те, кто приехал из Таджикистана, они идут. И вот один раз я... Обычно никто никогда не останавливается. Идти очень далеко, вот один раз я еду, тоже практически проезжаю мимо, и у меня так в голове, а что сейчас не останавливаешься? Что проехал-то? Так, ну, ну ты же Таджик. А, не человек. Знаете, мне так как-то стыдно стало, я вообще от одних каких-то мыслей, они так секундно. Я дал задний ход, он уставший, с работы шел, паренек молодой. Я ему говорю, садись, далеко же. Он так испуганно. Что надо? Что? Что надо? Садись, говорю, подвезу. Он говорит, да денег-то нет. Я говорю, да ты бесплатно какие деньги? Что ты тут обижаешь? Он сел так с краешку, мы разговаривали. Он просто не ожидал. Знаете, он там чуть не расплакался. Как, говорит, так? Я, говорит, такого натерпелся, честно скажу. А он был очень молодой, оказывается, школьного возраста. И знаете, иногда ставится клеймо, но это же человек, за которого умер Христос. Христос. Как-то помню, приехал к своему другу в другой город. И у меня был один день всего там. А друг детства, мы так хотели встретиться. И этот друг мне говорит, а представляешь, тут живет еще один и называет меня человека, которого во дворе вообще никто не любил. Кроме как психопатом его никто не называл, потому что он чуть не по его, он брал камни, кидался, родители у него такие тоже были, могли отматерить там всех. Ну, в общем, с ним никто не общался, а он от этого страдал. Мог там взять песка, например, подойти, глаза всем сыпать. такой интересный. И вот там много всего было. Вот мне друг-то говорит, а он тоже здесь живет, давай его тоже позовем. Я говорю, да ты что, я хотел нормально посидеть, где-нибудь пообщаться. Ну, что ты, у меня один день только, выбрасывать его. Он говорит, да не, он вообще другой. Он изменился. да как другой. Но я о нем немножко слышал, что он потом начал заниматься спортом, потом он там вступил в мафию и, в общем, там переехал. Вот. А он говорит, совсем другой. Ну, уговорил меня практически. Говорю, ну ладно, ну смотри, ну я как-то не хотел так. Ну ладно. Ну вот мы встретились втроем и пообщались. И я смотрю, реально это другой человек. Абсолютно другой. И у него во всей его речи просто сокрушение о том, что он как-то вот неправильно жил, что он так вот с ребятами неправильно поступал, что он не хочет этого. Он хочет, он как раз устраивался на работу, на обычную работу, хотя я знаю, на каких машинах он раньше ездил, а тут он чуть ли не на вахту устраивался на какое-то предприятие. Он говорит, зато душа моя чиста, и мне говорит, хорошо, я хочу вот жить как все люди, я хочу завести семью. Мы так пообщались, просто другой человек. Я же на нем поставил клеймо на всю жизнь. Если бы я его не встретил, наверное, Бог специально мне показал не просто его, а в его лице многих людей, на кого я поставил определенный штамп. Этот человек уже не человек. понимаете, да? И знаете, Матфей настолько обрадовался, настолько обрадовался, что он устроил огромный пир. Этого не смог сделать Петр, этого никто не мог сделать. Матфей смог. Он закатил такой пир на всех, позвал всех мытарей, всех своих коллег. Об этом тоже он не говорит, заметьте. Об этом говорит Лука. Лука 5,27 «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему «Следуй за Мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним и сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Кого он мог позвать? Он не мог позвать себе каких-то других людей, рыбаков, плотников. Он ни с кем не общался. Он мытарей. Там был Закхей, наверное, среди них. Там были другие мытари. Он говорит «Пойдемте, и мы будем общаться с Иисусом, с Мессией». Я не знаю, почему мытари пошли, какая у них была причина. Может, просто поесть. Такие, что нам? Кто-то из них уверовал, кто-то нет, не знаю. Но Иисус не гнушался прийти на этот пир и возлежать с ними. Ученики его, последовав за ним, также возлежали. Хотя ученики тоже, наверное, думали, ну, ладно, меня он взял, это понятно. Ну, почему он взял мытаря? Зачем ему мытарь? Бывают такие мысли, да? Ну, ладно, я. Это же понятно. Ну, зачем вот этот нам нужен-то здесь? Ну, нет, у вас не бывает мыслей. Это у меня такие. Слава Богу за вас. И возлежали, и они общались, и они кушали. К Иисусу даже никто не посмел подойти и спросить, а подходили к ученикам и говорили, а почему это ваш учитель пьет и ест? Это было, вы поймите, на Востоке разломать булку хлеба с кем-то. Это значит поделиться с ним своим сердцем, впустить его в свою жизнь. Почему учитель Библии, учитель Библии, величайший, пустил всех этих людей? Это же отрепья, это отбросы общества, можно сказать. Почему он с ними ест за одним столом? Задавались вопросом, а потому что Иисус из-за них пошел на крест. Потому что Иисус пустил Матфея не просто за стол, в свое сердце, в свою жизнь. Это Иисус. Он как бы уже разрывает завесу. После креста мы знаем, что завеса разорвалась в храме, но в этих моментах Иисус, здесь он разорвал завесу отношений между теми людьми, между грешниками и праведниками. Он говорит, не больные нуждаются во враче, ой, нездоровые имеют нужду во враче, но кто? Больные. Вот как раз все эти люди, вы посмотрите на них, посмотрите, как они курицу разламывают, как они едят жадно, как они думают о своих грехах. Вот они нуждаются, нуждаются во мне, нуждаются в праведности, нуждаются в освобождении и спасении. И он говорит, следуй за мной. Я не знаю, почему я об этом стихе рассуждал. Где он, кстати? Стих-то у нас. Следуй за мной. Целую неделю рассуждал. Следуй. Я так сразу вспомнил наш поход на Канжиковский камень. Мы ходили с пастором, с братьями. Евгений Галеев еще тогда ходил. Я помню, мы приехали, а в поход из нас, наверное, в поход такой вот ходили немногие, прямо скажем. Мы остановились в поле, так что снег, просто много снега. И там вышли, значит, что-то собрались, рюкзаки одели, и кто-то сказал, ну, теперь можете тропить. Тропить, тропить. Вообще это существительная тропа, да? А так, чтобы сделать из нее глагол, тропить, идите тропить. Я потом только понял, что это за слово такое. Я пошел по этому снегу, шаг, другой, третий, и поймал себя на мысли, что по снегу-то вот так, чтобы по первозданному снегу где-то в поле, я вообще не ходил. Так бывает, из подъезда выходишь до машины, чуть-чуть припорошила, ну, ты дошел, как бы сел и поехал. С машины куда-то дошел. А так, что идешь, и конца края не видно. И ты поднимаешь одну ногу, куда-то проваливаешься, поднимаешь другую, проваливаешься, рюкзак помогает тебе от этого все, такой тяжелый. И так три дня. Идешь, след, след. Идешь, честно скажу, было тяжко. Было очень тяжко. Мы когда шли, у нас проводник говорит, представляете, тут, говорит, рядом военная база есть. И некоторые походники как делают? Они приходят сразу на военную базу, договариваются со спецтехникой, их подвозят на самую большую точку Свердловской области, на Канжиковский камень, практически к вершине. Они там выходят, немножко идут, фотографируются, и обратно садятся. Это же безобразие какое-то. Мы такие, ну, конечно, безобразие. Что за походники такие? Действительно. Но где-то через час как-то все к нему, а где тут с этими военными-то договариваться, чтобы вот так вот нас туда? Но, скажу, сложно. Но немножко легче, когда идешь след в след. Вот был до тебя след, ты идешь уже не в целину, а именно туда, где стояла нога. Потом первый, когда устает, остается, и второй становится первым, и так дальше. Такая вот есть, оказывается, процедура. Так вот, Иисус точно так же говорит, следуй, то есть, ровно след в след иди туда, куда я уже прошел. Иди за мной, я оставил тебе Евангелие, я оставил тебе Новый Завет, Ветхий Завет, и ты только следуй, только иди. Только иди. 1 Петра 2,9 написано, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы не просто кто-то, а бы кто. Он говорит, вы избранные, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел. Евангелие от Марка 3,13 написано, Он позвал того, кого Сам хотел. Он не собирал всех, но кого хотел, кого особо хотел. Когда-то Иисус, может быть, проходил мимо нас, и мы так же думали, мечтали, но Он позвал нас. Он сейчас зовет не 12, Он зовет каждого. И ты, и ты, и ты, и ты. И кто за клавиши выходит, и ты. Каждого. И это тот самый человек, который написал Евангелие. Можно рассуждать, думать, Библия открывается, и слава Богу, что мы вместе с вами можем вот так собраться, порассуждать, подумать, кто же подарил нам это первое Евангелие от Матфея. Человек, который не говорит о себе, не упоминает о себе, но говорит об Иисусе Христе. Давайте будем молиться. Дорогой Господь, дорогой великий Бог, здесь, на этом месте мы поклоняемся лишь Тебе, мы прославляем Тебя, мы возвеличиваем Тебя. Как написано, ибо иудеи требуют чудес, елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью слугу и Божью премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное миро, и униженное, ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Великий Бог, мы хвалимся Тобою, мы благодарим Тебя, что однажды, сидя у дороги, занимаясь нечистыми делами, Ты посмотрел на нас, Ты заметил нас и говорил, следуй за Мною, иди за Мною, иди туда, куда Я иду. Великий Бог, мы благодарим Тебя за всех спасенных, за всех, кто спасется, за всех, у кого есть план. Твой план для их жизни, Господь, благодарим. Благодарим, Господь. Веди, направляй наши мысли, наши поступки, Господь, чтобы мы не ставили ни на ком клеймо, чтобы мы не считали кого-то ниже себя. Бог, мы молимся, дай нам иметь ум Христов, Твой разум, Твои мысли, Твой Божий свет, чтобы светился через наши глаза, через наше сердце. Господь, мы поклоняемся лишь Тебе одному, прославляем лишь Тебя одного, возвеличиваем лишь Тебя одного. Господь, сил. Хвала Тебе вовеки. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!